За ракеты ответят, за ракеты ответят США дали Турции две недели на отказ от закупок С-400. 4. Газета «Коммерсант» номер 87 от 23 мая 2019 года, строение 6 Турция готовится к санкциям за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил министр обороны страны Хулуси Акар. Так он прокомментировал новость об ультиматуме Вашингтона, а Анкари дали две недели на то, чтобы она передумала и вместо российских систем приобрела американские Patriot. В противном случае из Турции будет выведено производство комплектующих для истребителя F-35, а поставки готовых машин будут свернуты. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган успокоился о граждан, заявив, на территории страны может быть начато производство российских комплексов. Между тем источник твердый знак в военно-промышленном комплексе РФ 22 мая усомнился в этом. Пока у новейшего оружия даже нет экспортной документации. «Мы говорим им, что вопрос уже решен, они все время отвечают, что любую ситуацию можно развернуть вспять», пересказал Хулуси Акар свой разговор с представителями Пентагона. «Мы делаем только то, что предполагают нормальные двусторонние отношения с Россией». Твердый знак. «Мы готовимся к последствиям введения против нас санкций в соответствии с Катса». Министр имел в виду принятый 2 августа 2017 года акт о противодействии противникам США при помощи санкций. В рамках него Вашингтон может наложить санкции на физических и юридических лиц, уличенных в торговле с подсанкционными российскими структурами или закупках российских вооружений. В частности, таким образом в сентябре 2018 года санкции были наложены на Управление по развитию вооружения Центрального военного совета КНР и его директора Лишанфу. Причиной послужила закупка Китаем комплексов С-400 и самолетов Су-35. Как сообщил накануне телеканал CNBC со ссылкой на несколько источников, Пентагон дал руководству Турции две недели на то, чтобы отказаться от российских систем и приобрести вместо них американские комплексы. В противном случае из страны будут выведены заводы, на которых собираются компоненты для американского истребителя F-35, а также будет аннулировано обещание продать в Турцию 100 самолетов этой модели. Нигде в контракте по F-35 не было сказано, что он будет расторгнуться страной, закупающей. С-400, заметил Хулуси Акар, Турция заплатила, за американские самолеты, твердый знак, 1,2 миллиарда долларов мы производили их элементы в обещанный срок. Что еще мы можем сделать как партнер? Как российские ракеты победили в битве за Турцию? Турция, партнер третьего уровня в международной программе строительства самолета. F-35, распределенной между США и восемь разными странами, союзницами Вашингтона. Третий уровень означает, что Анкара не имеет доступа к большинству технологий и занимается сборкой относительно несложных компонентов. В этот процесс в стране вовлечены восемь компаний, производящих для самолета элементы фюзеляжа, шасси, часть электроники и лопасти для двигателя. F-135, по информации портала Defense News, ссылающегося на американских военных, вывод из Турции производства частей самолета и введения против нее санкций может обойтись турецкой экономике в 10 миллиардов долларов. Контракт на закупку в России комплексов С-400 Анкары подписала в сентябре 2017 года. Четыре дивизиона обошлись в стране в 2,5 миллиарда долларов. Пентагон полагает, что на территории страны НАТО не должно быть систем вооружения производства РФ и утверждает, С-400 смогут шпионить за F-35 и передавать информацию о новейшем самолете пятого поколения российским военным. С-400 должны быть доставлены в Турцию к июлю этого года, и Пентагон уже заявил, что как только первая машина комплекса появится на турецкой земле, ни один F-35 на нее уже не сядет. По словам директора Центра анализа стратегии и технологии Руслана Пухова, перенести производство F-35 в другую страну не составит проблем. «Это можно будет сделать достаточно быстро, так как ничего уникального и сверхсложного Турция не производит», сообщил эксперт Твердый Знак. Почему НАТО недовольна Турцией? В субботу на встрече со студентами Стамбульского университета президент Турции Реджеп Таип Эрдоган также заявил, что в скором будущем республика совместно с РФ будет собирать противоракетные комплексы нового поколения АЭС-500. Собеседник Твердый Знак в военно-промышленном комплексе РФ отметил, что в будущем такое сотрудничество исключить нельзя, но говорить о нем рано. Комплексы пока даже не имеют экспортной документации и поставляются только в Вооруженные силы России, уточнил источник. Руслан Пухов также считает маловероятным существование договоренности о сборке С-500 в Турции. Это элемент политической игры Эрдогана, который таким образом торгуется с США. Полагает эксперт, он очень прагматичный, гибкий политик и в случае необходимости легко откажется и от X-500, и от X-400. Все его действия в конечном счете посвящены задаче удержания власти в стране. Михаил Коростиков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok